я с вашего позволения задам несколько вопросов от наших уважаемых читателей здесь их достаточно много но вот например вопрос про независимость сми возможно ли это нет совершенно невозможно могут теплиться такие спрашивает ярослав да могут теплиться такие очишки как ваш до тех пор пока они не нарушают симфонизм государственных сми потому что очень тщательно выстроена симфония государственных сми чиновничества интернета именно во имя сохранения режим это тяжелая работа она ежедневно на нервах многих людей осуществляется и никакие независимые смесь здесь конечно ваш интерес к анатонии человеческой и вообще живых существ и неживых тоже чем это обусловлено и может быть вы расскажете про свои нынешние эксперименты нет но нынешние эксперименты это воздействие анализирующий радиации на мозг и соответственно препарации секция этих этого 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 мозга но препараты такие есть в основном только конечно в европе то есть там закатом все гораздо проще чем у нас и не надо градить целую академию наук там просто там покупаешь лабораторию именно на мозг да конечно но это в основном а вы ведь близко общались с бехтеревой но тоже не надо вот и слова мозг сразу тянуть ниточку к наталья петровна наталья петровна замечательный чек и блестящий ученый специалист по мозгу но я одна из героинь ваших программ возможно возможно но я сильно мягко говоря сильно не во всем с натальей петровной согласен но и удивительно было бы если бы я был согласен и вообще это не то место где должно быть единодушие и единомнение да анатомия человеческая ну я вообще честно говоря не очень понимаю как можно жить без знания латинского языка досконального знания анатомии физиологии эволюционной физиологии авиогенеза понимание понимание морфологических изменений которые сопутствовали всем организмам еще не знаю там с протерозоя ну с микроорганизмов естественно а все таки что это за эксперименты эксперименты так нет это у меня просто есть есть сейчас научная работа которую я делаю это вот по воздействию ионизирующей радиации на определенные зоны структуры мозга используются для этой мозги а их крыса крыс нет ну это ж нежные красивые мозги сейчас очень трудно найти добровольцев среди людей которые предоставили хорошие трубные лабораторный материал все как известно там на шее науки затянулась петля этики сейчас простые тввсекции вызывают падение дам в обморок и вопли всяких там зеленых хотя все они пользуются плодами этих висекций и 99 процентов лекарств и различных медицинских препаратов и манипуляции это все тоже плоды успешных висекций талантливых можно говорить о каких-то продвижениях и результат я думаю что это не вдруг но я готов об этом рассказать но это не очень форматно потому что достаточно того что мы рассказали вашему зрителю чтобы он имел представление но углубляться думаю вам все это придется почекать а вы будете про это снимать что-то нет я вообще оставил вот про это вы понимаете это настолько это красиво звучит в кратком студийном разговоре на самом деле это настолько рутинная и сложная лишенная каких бы то ни было внешних эффектах а порой и очень антисанитарно выглядящая работа я не буду уточнять и антисанитарно и с точки зрения каких-нибудь зоозащитников кошмар что давайте не будем этого на все хорошо касаться но зачем она вам нужно она мне нужна для того чтобы понять ряд вопросов которые войдут меня в очередную книжку которую я попытаюсь сделать чуть более понятно чем происхождение личности интеллекта то есть я попробую конвертировать те знания которые являются как бы по общему мнению значительными во что-то более понятно так но перейдем от милейших крыс к политикам андрей спрашивает вас а михаиле прохорове и вашем отношении к нему к сожалению его очень мало знаю всего один раз жизни видел и очень кратко беседовали произвели произвел очень блестящее совершенно но и одновременно тяжкая потому что великолепный очень умный очень серьезный строгий и понимающие логику политики и стратегию и скорее всего этой сегодняшней россии которые готовы выстраиваться в стокилометровые крестные ходы разгонять свои академии наук и выбирать парламент фанатиков совершенно не нужны то есть когда мы видим политика действительно с европейской ориентации и можем оценить его ну как бы несовместимость с нынешним с нынешним дремучестью в общем это лишает нас последних надежд на то что с этой страной может произойти что-нибудь хорошее дарья взывает александр глебович чего вы начали цапаться с михаилом виллером кто первый начал пойдете ли вы на мировую я грубо нахами у михаилу виллеру грубо и по-свински в эфире пятого канала причем даже не очень красиво просто так вот нахамил прошло какое-то время случайно мне на глаза попалась статья виллера и прочел совершенно офигел от восторга и удивления нашел телефон виллера позвонил извинился он тоже был очень удивлен этим и мы в общем как-то так заочно даже подружить снова спрашивают про проханова правда ли что вы дружили вы с ним видитесь нет мы с ним не видим все он не забывайте он же христианин то есть он очень злобный христиан отличает как бы вот основная принципиальная черта это злоба и александр андреевич который как-то вот угодил под обаяние всех этих идей он унаследовал эту злобность и разделил ее в полный мир я не говорю плохо это хорошо я вообще не лезу с оценками просто говорю про то что мы знаем а вы были злобным вперед своего православного увлечения конечно конечно а любая ведь когда я говорю о православии я же не говорю о какой-то религии то есть меня религиозная составляющая не интересует вообще и я не допускаю ее наличие то есть меня православие интересует не больше чем ну не знаю чуринги австралийских аборигенов или санцу это амулеты из кусков тропов индейцев племени хива то предполагать что любой культ и любая религия озлобляет одно и то же да я говорю сейчас о православии как об идеологии я всегда говорю о православии только как идеологии которая стремится как и всякая идеология расползтись расшириться и начать определять жизнь для тех кто к этой идеологии не принадлежит или ее отвергает вот православие вот это вот но мы же знаем прекрасно да мы помним там благостных самых благостных из православных деятелей даже последнее время того же самого и ивана сергеева который иван кронштадтский церковный псевдоним был кронштадт и и помним о том что еще вам в 908 году иван кронштадтский молился о смерти льва толстого сейчас вышла интересная книга вам не попадалась святой против льва нет я написал павел басилский это две биографии толстого и кронштадтского достаточно было того что читал дневники кронштадтского и хорошо знаю его взаимоотношения с толстым он молился о смерти толстого проханов наверно тоже молится чьи-то смерть да я подозреваю что это вообще у них принято у христиан то есть вспоминаете свое прошлое но я никогда не был верующим я разделял ведь поймите да что такое верующие неверующие вы уже сделали большое количество интереснейших сюжетов о православии да я даже беседа с патриархом алексеем когда она сидела в клетке и грызла прутья и смотрела жалобными глазами да та же чудотворная когда она сидела в клетке и грызла прутья и смотрела жалобными глазами отношение к нему было совершенно иным когда мы увидели его на свободе в деле увидели с какой легкостью она откусывает головы девчонкам с какой легкостью она лезет во все где его близко не должно было бы быть с какой легкостью она одебилевает народ которому даже здесь действительно гораздо проще принимать какие-то простые дремучие нормы чем учиться и развиваться вот 100 минут и симпатии конечно не стал еще один вопрос от студента про чернуху вообще это ведь особая эстетика распада гибели драмы трагедии как вы тогда относились сейчас к тем кто называет вас мастером чернухи а я не знаю вообще что такое черную я говорю о реальности жизни конечно люди которые всю жизнь лежали на огромном мягком розовом диване одевали розовые тапочки пили исключительно розовую воду а как или исключительно розовыми какашками и уходили ходили в безвоздушном пространстве для них всякая реальность жизни кажется чернуха и кажется жестокостью мы все физиологичны мы все агрессивны но похотливы мы вороваты мы жестоки мы вид вот такого у нас есть видовые особенности от которых нам никуда не деться и которые мы получили благодаря там многим-многим-многим сотням миллионов лет эволюции потому что ведь когда говорят человек произошел обезьяны это неверный обезьян не предок это страница биографии достаточно много живых существ у нас в этой биографии эволюционной и все эти существа вынуждены были формироваться именно как детерминированные средой организмы предназначены прежде всего для выживания то есть мы унаследовали все эти черты анастасия спрашивает вновь возвращаю нас разговор об антропологии к политикам ваше отношение ваша характеристика анатолия собчака спустя прошедшие годы интересуются анастасии что сегодня движет ксении собчак ее стремление поиграть в политику спрашивает анастасия ксения куча не искренне и прелестны вот это я могу сказать совершенно точно сказать что мне там до конца нравится ее там мировоззрение или представление нет не могу но не отдать должное ее воспитанности очарованию умению работать в кадре и можем ли не вправе да 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 но она как интервью вверх как раз она не очень потому что она затрескивает собеседника и она начинает с обвинения вообще вам не интересна политика а почему вы не хотите присоединиться к воплям про путина а почему вы это и вот эти вот вопросы агрессивные обвинительные на них отвечать скучно потому что человек не знает на них ответа спрашивающий сам то нечего их задавать но тем не менее она на меня призвала прекрасное впечатление что касается собчака то блистательный дядька тоже храбрый авантюрный свободный помешанный на свободе думавший что когда-то в россии можно действительно что-то изменить изменить вектор направления и этого кошмарного развития который тоже не хотел мириться с тем что россия это какой-то франкенштейн сшитый из кусочков тропов трехсотлетней давности который верил в то что у этой страны есть будущее я с ним воевал естественно как всегда я воевали всерьез друг с другом да и с применением всех я ведь никогда не задаю себе вопросом можно ли сыпать яд в колодец на территории противника я всегда считаю что можно и только вопросов его количества как можно больше и что спины и существуют для того чтобы в них бить то есть но у меня нет а он ведь тоже по вам бил а он нет он как раз все там пытался он долго с шумом открывал ржавое забрала и старался старался воевать по-рыцарски но был причастен к закрытию секунд да конечно ну а чего я хотел то конечно он был причастен и странно было бы он же не толстовец какой-нибудь который давал обет непротивление злоносилия ловится нормальному европейцу выгодно чтобы существовала альтернатива да альтернатива но не беспредельничающий александр глебович который уже перешел когда все границы но вы знаете спустя 20 лет миллионам людей по-прежнему не хватает вас на телевидении обойдутся так опять прохоров значит ваинга есть такая певица я вообще хочу а ну не знаю мне ой меня знаете взаимоотношения с эстрадой заканчиваются вот я должен испытать у меня я переживаю пытку газмановым на ленинградском вокзале я когда выгружаюсь сомсаны я должен даже шумок на эту тему что хотят прикрыть гамзановым или газмановым должен что-то пережить беруши не дают ничего не дают идут несчастные люди заткнувшие от этого ну и вот на этом мои отношения взаимоотношения с эстрадой здесь немало вопросов про актуальную политику в том числе реальность отставки нынешнего премьера вы следите за происходящим нет я политикой бесплатно не занимаюсь а тогда занимались я занимаюсь когда за это платят я же наемник а когда были совести и принципа что все-таки меняло вас в отношении к политике ведь был же момент когда вы занимались вполне с ажиотажем да конечно но я считаю что тогда я учился сейчас я иногда имею возможность реализовывать свои навыки а это не смена эпохальных обстоятельств нет ну и плюс мне это совершенно не интересно а вы не думаете найти еще какую-то сферу нашего существования и применить там нервы я же был очень я же был очень деликатен в отношении вас и вашего зрителя описывая свои сегодняшние интересы они настолько тяжелые сложные многообразные и время пожирательные что я еще там десять тысяч раз подумал принимать ли тот или иной заказ который располагается в политической сфере но вот у меня же как бы тактика джека воробья да помните крупнейший философ современности самый блестящий наверное из всех персонажей вот он там сидит в темнице ему предлагают открыть темницу должен повесить через полтора часа предлагают открыть темницу чтобы спасти какую-то там барышню он говорит мне здесь и не пахнет наживой я останусь здесь не пахнет наживой в смысле от того предприятия которым предложили ну я считаю что это очень хорошая очень очень такая правильная тактика по вашему впечатлению в россии дальше все будет тихо благостно болотисто гнило или ждут большие потрясение больших в скором времени предсказать сложно но если вы немножечко знаете тут ко мне обратился одинозначен дяденька мне очень не везет на всяких православных оппонентов праздник тоже спрашивали оппонент не цены не везет потому что обычно мне под гусеницу кладут как хода 1 1 несчастного из какого-то народного собора такой симпатичный хороший дядька очень похож на психролюта с марцидос рыбу каплю и он значит вот у нас крестный ход там сто тысяч на невском я говорю ну чё и в шестнадцатом году тоже ходи и на что это повлияло а был хороших нету к сожалению оппонентов потому что они запретили попы участвовать то есть в терновом венце революции грядет шестнадцатый год как писал маяковский но те или иные катаклизмы безусловно спасибо хотелось бы говорить с вами дольше время поджимает если я бы благодарю вас за этот разговор